Всем привет! Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Рада приветствовать вас на своем канале. Не за горами, осень. Сентябрь, конечно, еще такой месяц, я бы сказала, промежуточный между летом и осенью. Но, тем не менее, это осень. Давайте посмотрим, что принесет вам осенний период. Что привнесет он в вашу ситуацию, что изменит. Итак, осень для вас ознаменуется получением какого-то важного сообщения. Бумаги идут, бумаги. Решение вопросов, связанных с бумагами у вас будет. Дело в том, что там какой-то вопрос у вас есть, да, давно тянется. Это зависшая какая-то история. Но здесь пауза. Вы думали, может, что конец или что уже ничего не получится. Но здесь пауза. И вот он, человек, который вам окажет помощь. Здесь появление мужчины, да, если вы ожидаете человека и понимаете, что вам нужно прояснить отношения, он появится этой осенью. Но здесь вопрос еще и юридических каких-то моментов, юридических формальностей есть. Это нужно будет прояснять. Что мужчина хочет, да, с чем он приходит к вам. Он приходит... Приходит к вам... Знаете как, с попыткой найти компромисс, прийти к какому-то соглашению. Здесь попытка. Я не могу сказать, что вы придете к тому общему знаменателю, к которому хотите прийти. Но попытка с его стороны будет. Попытка внести ясность. Попытка вывести вашу ситуацию в стабильность наконец-то. То есть здесь инициатива от мужчины будет какая-то, да. И человек понимает, что им сделаны какие-то ошибки. Здесь карта выпадает такая, которая говорит о том, что он сожалеет о чем-то. Он сожалеет о каких-то своих поступках, словах, действиях. И есть момент, ну, такого самоедства, да. Что от вас желает получить этот человек? Он карта успеха. Что это значит? Карта успеха. Ну, я могу так сказать. Человек агрессирует на какой-то ваш успех. Вот при том, что с вами праздник, с вами хорошо, с вами комфортно. А здесь мужчина немножко вам завидует, да. Ему хотелось бы, чтобы вы тоже так пострадали, как пострадал он. Но у вас жизнь более стабильная, чем у него. Вот что бы там между вами не происходило, у вас как-то все, ну, более или менее стабильно. У вас жизнь идет своим чередом, вы не опустили руки. А вот ему было сложнее. Дело в том, что он такой человек. Человек, который поддался какому-то соблазну. Человек, который куда-то свернул, да. Вот какой-то путь был у него намеченный. Но он с него резко сворачивает здесь. Этот путь не очень честный. Может быть, он сам себя ведет не очень честно. Может быть, так получилось, что его обманули, подставили. Обман какой-то идет. Карта обмана. Здесь человек закрыт красным плащом. Это кто-то, кто, возможно, имеет отношение к той ситуации, которая между вами происходит. Кто этот человек? Что там за обман? Давайте проясним. Ну, здесь обман с целью дестабилизировать вас. И здесь женщина выходит. Женщина, эта ситуация тянется у вас из прошлого. Женщина, скорее всего, чем-то владеет. Какими-то благами материальными. Но вот она, женщина, идет. Трифовая дама. Все-таки это женщина, да, карты дают подтверждение, что это некая дама. Ну, хорошо, чего, собственно говоря, вам ждать от общения с этим человеком, с этим мужчиной? Ну, примирение, да. Здесь попытка примирения, хотя между вами преграды, между вами, конечно, сейчас горы, препятствия. И, прежде всего, внутреннее напряжение, усталость, да, от того, что приходилось очень долгое время быть либо в неизвестности, либо вас просто не отпускало вот это вот ощущение подвешенности, да, когда ничего не разрешается, точка не ставится, но и не продвигается ситуация никак. Примирение хочется, да, и мужчина хотел бы примирение, хотя есть к вам претензии, безусловно, у него, у него есть претензии, но человеком руководит некая женщина, я не знаю, зависимость от женщины, что-то у меня в раскладах в последнее время тут от независимости. Но откровенный разговор состоится, да, все-таки состоится откровенный разговор, и он будет касаться некой женщины. Некой женщины, вот осень, что вам принесет. Хорошо, во что вы выходите после этого разговора с этим мужчиной? На какой путь вы выходите, вот прояснив что-то, да, поговорив, будет ли смысл в этом разговоре лично для вас и какое-то продвижение личностное? Давайте посмотрим. Денежная карта выходит. Здесь тупиковая ситуация через деньги идет. Это как продолжение истории, я так понимаю. Продолжение первого расклада. Здесь деньги, денежная ситуация, деловые вопросы, деловые взаимоотношения. Здесь вопрос вот такой стоит, и как будто бы это на первом месте. А потом уже сердечная привязанность и совместный путь. Здесь вмешательство в ваши отношения однозначно какого-то денежного аспекта. Ну, давайте посмотрим, что сейчас. Ну, здесь любовь все-таки выходит. Карта чувств, карта эмоций, карта духовного начала, да. Успешное преодоление трудностей. Но здесь мужчина такой, может быть, он воспитан так, что у него есть какая-то своя модель поведения, свой взгляд и свои какие-то устои. Да, ему сложно отойти от этого всего. Мужчина закостенелый, закоренелый в чем-то. У него взгляды какие-то закаменелые, понимаете как. Он привык следовать какой-то модели поведения. Он идет на поводу какого-то общества. Вращается он в обществе людей, где есть деньги, где есть какие-то возможности, да. То есть там связи, там может быть у него бизнес с кем-то совместный. Может быть просто работа в каком-то кругу людей. Но человек зависим от этого общества. Видите, он преклоняется перед ними, он уступает, он выполняет их просьбы, их прихоти. Ну вот приходится ему это делать. Но от этого в жизни у него стабильность и праздник, да, спокойствие. Он что-то от этих отношений получает лично для себя, потому что двоечка бобин у нас здесь выходит. Лично для себя получает. Но относительно вас, относительно вас, я повторюсь, человек настроен довольно-таки принципиально, жестко. Он считает, что вы как-то повели себя неправильно. Он считает, что вы сделали какие-то слишком смелые шаги. Он считает, что вы слишком свободно иногда себя ведете, чего он позволить себе не может. Но вот чего позволить не может, в общем-то, в том вас и пытается, значит, как-то вот уличить. Человек сам по себе, я повторюсь, внутренне напряжен. Он не свободен в чем-то, но его эта зависимость устраивает. Вы же человек более свободный. Вы человек, который свободно выражает свои взгляды. Вы так привыкли жить. Для вас какие-то правила этой жизни, они не совсем значимы, скажем так. У вас какие-то свои правила есть, может быть. Человек во многом вас не понимает, но он желает примирения с вами. Вы нравитесь, он испытывает чувства какие-то, ну, эмоциональные такие, да. Может быть и любовь, потому что карта любви выходила все-таки. Вы нравитесь человеку, с вами приятно, как с женщиной находиться, и он хотел бы с вами быть. Но здесь есть некая все-таки женщина, у него есть обязательства перед этой женщиной, перед тем обществом, в котором он живет. И я так скажу, у него закрыты глаза. До тех пор, пока он не поймет, что люди окружающие не совсем с ним честны, это, мягко говоря, карта обмана. Они что-то скрывают, они наблюдают за ним, они манипулируют им, они его подстраивают под какую-то свою модель поведения, они управляют этим человеком. Пока этого он не поймет и не откроются его глаза, он, конечно, не выйдет. Из того состояния, в котором он сейчас находится. Но когда откроются глаза, всем будет плохо. Карта агрессии, карта состояния вот этого, знаете, выплеска эмоций, когда уже сдерживать невозможно. Конфликт неизбежен. У него конфликт будет с окружением каким-то из-за вас. Из-за вас, потому что вы человека направляете по какому-то иному пути. Вы показываете ему духовное начало. Вы показываете ему другую жизнь. С вами он видит другие ценности. Но это не нравится людям, которые окружают его. Поэтому конфликт здесь будет. Он все-таки поймет, догадается он все-таки, что есть обман, что есть манипуляции в его адрес. И здесь будет какой-то проясняющий разговор, откровенный разговор с женщиной, вот с этой дамой. И я думаю, что отношение он с ней разорвет все-таки. Видите, он узнает, он узнает какую-то новость. И здесь карта смерти падает. Отношение с той дамой он все-таки разорвет. Осенью это произойдет или нет, но к этому ситуация идет. Здесь расклад общий. И поэтому сказать сложно по срокам вас сориентировать. Что вам нужно для себя знать? Ситуация к этому идет. Вселенная направляет вот эту историю по пути истины. Путь выхода на свет. Потому что здесь обман, здесь манипуляции. Здесь люди носят маски. Здесь много негатива, много чего скрыто. И от вас, и от мужчины. Но Вселенной угодно вывести вас на этот путь. И откроют глаза мужчине. Здесь ситуация какая-то сложится все-таки. Что-то так произойдет, что он резко начнет видеть негатив в тех людях, которым сегодня доверяет. Из-за которых, возможно, между вами были конфликты. Потому что вы этих людей-то видели, да, их суть внутреннюю. Их лица настоящие. А он нет. И вы пытались показать, но это все бесполезно. Пока он сам не набил шишек по их вине, собственно говоря, с их легкой руки, да, он не поймет. После того, как конфликт произойдет с этой дамой, его жизнь стабилизируется. Здесь все дело в мужчине. У вас дело, ну, проблемы основной нет, да. Источник проблем между вами – это мужчина и та женщина, которая им руководит. И те люди, которые им управляют, там, манипуляторы. Я могу так сказать. Он может, конечно, понести какие-то потери после этого конфликта. Он почему сейчас бездействует? Да, может быть, вас удивляет эта ситуация. Почему бездействует? А потому что он понимает, что конфликт, он неизбежен. Если он сейчас будет, он потеряет все. Работу, какие-то деловые связи, должность. Я не знаю, доход свой, да, источник дохода потеряет. Что-то он потеряет. Эта женщина, она держит его с помощью каких-то денег. Финансовый аспект здесь, да, я сразу вам об этом говорила. Карта денежная выходит. Поэтому, конечно, он ищет обходные пути. Но здесь никак не обойдешь. Здесь только нужно обличить этот обман. И вот этот разрыв отношений с этой дамой, он случится. Все равно случится. Видите, вот то, что я говорю, да. Да, потери он понесет, карта потерь. То есть он выйдет из этой ситуации не без потерь каких-то. Но это в любом случае будет все равно выход на свет. Это освобождение из какого-то плена, из зависимости, из клетки. Клетка открывается наконец-то. Он прозревает все-таки. Да, может вашими молитвами. Ну, тут вселенная просто так решила, да, что все-таки человек должен понять, кто есть кто. Конфликт здесь, конечно, будет очень такой серьезный у него с его окружением. И человек в итоге, в итоге он затребует что-то свое, да. Что-то свое. Потому что, ну, все-таки он имеет право, да, если он много лет там проработал в этом, в этом круге людей, там, конечно, имеет какой-то свой вес все равно. На что-то он имеет право. Затребует что-то свое, там непростые, повторюсь, будут отношения. Много людей, которые постарше или поопытнее как-то его здесь. Ну, он уставший, конечно, из этого всего выйдет. Ну, итог, видите, как у вас победа, Виктория. Все, я думаю, что здесь все понятно, достаточно информации. Осенью будет, скажем так, будут важные подвижки к лучшему. Вы почувствуете движение этой ситуации, что что-то начинает разрешаться. Не обязательно осенью все разрешится вот до конца, стопроцентно. Но, повторюсь, подвижки к лучшему. Уже какой-то свет, просвет вот в этом тоннеле темном вы все-таки увидите. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была для вас полезной. Я жду, как всегда, обратной связи от вас. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. Продолжение следует...